во всей наблюдаемой вселенной существует около двух триллионов галактик и каждая из них по-своему особенно и уникально галактика это гравитационно связанная система из звезд планет туманности и многого другого галактики возникают из-за столкновения более мелких звездных скоплений позже формируется структура рождаются звезды и туманности и через миллионы лет образуется полноценная галактика в центре этих систем располагается сверхмассивная черная дыра и газовое кольцо также у галактик есть спиральные рукава голов и межзвездное пространство наполненное газом и пыли а примерно здесь находится солнце все галактики классифицируют линзовидные и эллиптические галактики не имеют структуры в них мало газа и пыли а также там почти не образуются звезды бывают от 30 до 700 тысяч световых лет в диаметре их всего меньше 15 процентов во вселенной также существуют спиральные галактики они очень активны имеют богатую структуру и наполнены разными астрономическими объектами наша галактика млечный путь в диаметре около 100 тысяч световых лет спиральных галактик 72 процента от общего числа меньше всего в космосе присутствует неправильных галактик у них не наблюдается ярко выраженное ядро а также вращательная симметрия на небе можно увидеть четыре галактики невооруженным глазом это туманность андромеды млечный путь большое и малые магеллановы облака самая близкая к нам галактика туманность андромеды а самая дальняя находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет то есть эта галактика была образована через 400 миллионов лет после большого взрыва и называется она к z11 самая большая галактика в наблюдаемой вселенной это и с 1101 ее диаметр 6 миллионов световых лет масса размер и скорость вращения галактик бывает разной например млечный путь весит примерно 1,5 триллиона солнечных масс имеет размер 100 тысяч световых лет в диаметре и солнце делает один оборот вокруг галактики за 220 миллионов лет галактики невероятно живописные занимательные и всегда привлекали астрономов своей загадочностью спасибо за просмотр пишите ваши мысли в комментариях